Приветствую! Новый порядок учета персональных данных военно обязанных. Вот что предусмотрела постанова 932. Это та постанова, которая имеет название о реализации экспериментального проекта. Мне прям, знаете, нравятся такие названия, я прям чувствую себя сразу участником некоего эксперимента. Эксперимента, на который я не давал согласия. Так вот, постанова 932, которая появилась у нас 16 августа, ну принята была и опубликована она 19 августа. Что же в ней содержится? А в ней содержится несколько частей. Вот первая часть вам однозначно не понравится, а вторая однозначно понравится. И начну я, наверное, вот с той части, которая не понравится, знаете, исходя из тех посылов, что запоминается последнее, вот оставить что-то приятное, чтобы хоть что-то запомнилось вам приятное из всей этой информации. Так вот, первое. То, что вам не понравится. Что придумали теперь? Теперь, как будут учитываться и передаваться персональные данные людей, которые являются и призывниками, и военно обязанными. Как вы знаете, у нас есть единый государственный демографический реестр. И по постанове 932 государственная миграционная служба должна в течение 10 дней, то есть это до середины следующей недели, собрать все эти данные и передать в администрацию ДПСУ, пограничную службу. Пограничная служба наполняет этими данными свой реестр, систему ГАРД-1. И после этого они наполняют вот эти данные, данные, которые они получили из Единого государственного демографического реестра, дополняют данными о пересечении границы. Собирают этого Едино и передают в Министерство обороны. Далее, что будет? Далее, естественно, Минобороны должно будет все эти данные внести в реестр призывников резервистов военно обязанных. И таким образом, вот этот реестр военно обязанных, да, реестр АБРИХ, будет наполнен данными из Единого государственного демографического реестра. Какие это данные? Эти данные вы видите сейчас на экране. И мы здесь что видим? ФИО, дата рождения, пол. Мы видим место проживания или место пребывания. Мы видим реквизиты паспорта гражданина Украины. Мы видим налоговый номер. Мы видим информацию о оформлении паспорта для выезда за границу. Данные о том, когда человек пересекал границу. Ну и информация про смерть или оглашение человека умершим. Кстати, вот этот перечень данных, он касается тех, кому от 25 до 60. По тем людям, которым до 25, да, от 16 до 25. Там вносятся данные еще и оцифрованный образ лица и информация о гражданстве. И вот эти все данные, они будут браться в едином демографическом реестре, отправляться в ДПСУ, дополняться, соответственно, вопросами пересечения границы, попадать в Минобороны и вноситься в Абрих. И вот здесь мы подходим уже к той новости, о которой я говорил, что она вам понравится. Но перед тем, как рассказать вам эту новость, я хочу сделать небольшое объявление, тоже полезное, но только для автомобилистов. Не забудьте обновить свои страховые полисы «Зеленая карта» и сэкономьте 1200 евро. Именно таких размеров может достигать штраф в Европе за отсутствие страховки. Так что рекомендую проверить, когда у вас заканчивается срок действия текущего полиса. А лучший способ купить страховку за границей, либо же в Украине, перед выездом за границу, это воспользоваться онлайн-сервисом Green Travel. Напомню, страховка – это договор, по которому страховая компания обязуется возместить понесенный ущерб. Я как адвокат рекомендую выбирать ту компанию, которая окажет поддержку в решающий момент, в момент страхового случая. В Green Travel круглосуточно и без выходных на связи с вами операторы, которые всегда возьмут трубку или ответят в Telegram. Будь то вопрос по пересечению границы, оплате дорог или страховой случай. Это важно, поверьте. Дополнительно к зеленой карте, только в Green Travel вы можете оформить дорожный ассистент в Европе, в который входит юридическая поддержка европейских адвокатов, помощь переводчиков, техническая и прочая помощь в дороге. И все это за 66 гривен в месяц. А приятным бонусом при покупке зеленой карты будет возможность получить кэшбэк в сумме до 3000 гривен. Green Travel – сервис, который уверенно рекомендую. Ссылку на него оставлю в описании к этому видео. Переходите по ней и добавляйте ее в закладки. Ну а теперь мы переходим к той части, о которой я говорил, что она вам должна понравиться. Немножечко вернемся в прошлое и вспомним, что мы совсем недавно делали – обновляли данные. И когда мы обновляли данные, то какие мы данные передавали? ФИО, дата рождения, налоговый номер, адрес проживания либо пребывания и номер телефона. То есть мы передавали, по сути, все те данные, ну за исключением номера телефона, о которых идет речь в новой постанове 932, про реализацию экспериментального вот этого порядка. А что это все значит? А это значит, что те люди, которые не обновили данные, либо которые обновляли данные, но их данные не найдены, да, вот есть же такие люди, у которых резерв там не нашел данные, либо, самое главное, вот кто не обновил данные, если вот этот проект заработает, все эти люди не понесут никакой юридической ответственности за то, что они не обновили данные. Почему? Потому что возвращаемся к вот той самой примитке до статьи 210 Кодекса Украины о административных правонарушениях. И там, помните, что сказано, что в случае, если есть возможность получить эти данные путем электронного взаимодействия с другими реестрами, то привлекать человека к юридической ответственности по 210 статье уже нельзя. И, соответственно, как только заработает вот этот экспериментальный проект по передаче данных из демографического реестра в реестр военнообязанных, все, те люди, которые не обновили данные, а это, я напомню, это 6 миллионов людей по официальной статистике, они не понесут юридической ответственности. Ну, здесь, знаете, в этой части однозначно можно, ну, скажем так, порадоваться. С другой стороны, напомню вам, что все равно люди, которые проверяют документы на улице, скорее всего, будут считать отсутствие обновления данных как административное правонарушение и вполне могут за это задерживать. Ну и плюс, если у вас этот вопрос возникнет, да, если вас задержат, если на вас составят протокол, постанову вынесут, то обязательно нужно обжаловать все постановы, которые будут за необновление данных, потому что вот эта постанова 932, она реально, ну, вот дает такое окно возможностей. Плюс надо помнить, что это все произойдет сейчас, ну, должно быстро происходить, да, то есть там в течение пары недель уже данные должны быть, и, соответственно, вы сможете эффективно обжаловать штрафы за необновление данных. На этом у меня все. Если вы считаете, что данное видео было вам полезным, поставьте ему лайк, подпишитесь на мой YouTube канал, также приглашаю вас в свой Telegram канал, его название вы видите вот здесь, а ссылочка есть в описании к данному видео. Традиционно пожелаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.